Стартовал второй всероссийский фестиваль детского дворового баскетбола «Три на три». В финальных соревнованиях, которые пройдут в конце года, встретятся лучшие команды регионов. С какими результатами завершился отборочный этап в округе и кто представит Рюберцы в регионе, расскажем в нашем следующем сюжете. 36 парней и девушек в возрасте 13-14 лет. Правила игры в стритбол им знакомы. Но в подобных соревнованиях многие участвуют впервые. Меня привлек баскетбол тем, что у меня же рост позволяет. Я могу спокойно кидать, научиться. Я сейчас учусь играть в баскетбол. Настрой отличный, пытаемся победить. Все делаем, поддерживаем команды друг друга. Наравне с новичками за призовые места состязались и опытные игроки. Тимофей Дьяков занимается баскетболом 8 лет. Сегодня выступает за команду Люберецкого «Спартака». Мы часто участвуем в соревнованиях. Первенство России, первенство Московской области. Все принимаем участие и настрой у нас всегда боевой. Мы уверены в своих силах. Мы победим. Турнир по уличному баскетболу в округе проводят второй раз. В этом году участвовали 12 команд. В прошлом году принимало гораздо меньше команд участия, нежели чем в этом. Ну, очевиден рост интереса и популярности баскетбола в нашем городском округе. По результатам муниципального этапа турнира по уличному баскетболу первое место завоевала команда «Спартак». Теперь чемпионам предстоит защитить честь Люберец на областных соревнованиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.